Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения итоговый выпуск информационной программы «Наше время», которая рассказывает о самых ярких и основных событиях, произошедших в городе и районе в студии Юлия Беспалько. 2 августа исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев сделал повторный визит в Солнечногорье. Напомним, что его первый приезд в наш район состоялся 1 июля. Тогда он посетил поселок Андреевка, автопорт в Дурыкино, микрорайон Тимонова и провел встречу с населением в ДК «Выстрел». В ходе июльской поездки Воробьев выявил ряд проблем в работе местной власти, дал на их устранение месяц и пообещал проконтролировать результаты в августе. Нынешний визит в Солнечногорский район глава региона начал в Поварове, а продолжил в микрорайоне ЦМИС. Главная проблема, озвученная жителями Поварова на встрече с выполняющим обязанности губернатора – жилищная. Она нависла над поселком как дроголовый дракон. Надо и расселить ветхие бараки, и решить проблему новой застройки без ущерба для местных жителей, и развить инфраструктуру в соответствии с новыми потребностями поселка. «У нас на сегодня работает одна школа, вернее, две школы. Одна работает, две смены. По норме 250 человек, там учатся 430. Если сейчас это все заселится… «Территория развивается, за счет этих новых домов и нужно менять качество жизни?» «Я к этому и говорю. Мы не против застройки». «А жители-то они против этих домов?» «Против, да? Да, особо не против. Люди хотят получить переселение. Часть против, часть за». Детальное рассмотрение проекта новой застройки Поварова выявило, что возмущение жителей основательно. «Реально, здесь есть проблема, потому что в этот проект в планировке были включены частные собственности, частные участки, что запрещено градостроительным кодексом». А после знакомства с застройщиком вопросы у исполняющего обязанности губернатора возникли и к главе района. «У нас задача перевестись на обособление. Обособленное подразделение нам не надо делать. Разрегистрируйте здесь штаб-квартиру и платите налоги, чтобы людям… Слушайте, вы заканчиваете издеваться над нами. А денег нет, в районе нет денег в поселении. Значит, у нас замечательные, красивые строители платят все налоги в другом субъекте. Но это что, справедливо, разве? Я уже сокрушаюсь по этому поводу, который месяц. И до сих пор… Где у нас глава района? А почему так происходит? Почему такая безответственная позиция? С той же проблемы – расстеление ветхого жилья – начался разговор и с жителями микрорайона ЦМИС. Круг вопросов здесь касался и многих других тем. Качество водопроводной воды, ремонт дорог, сооружение детских и спортивных площадок. У нас дети все в ЦМИСе очень довольно-таки спортивные. Нам нужна площадка, нам делать вообще нечего. Площадка какая? Девчонкам в волейбол, нам с парнями в футбол и в баскетбол. Турники. Один из самых важных – вопрос экологии. Жители Хметьева вновь приехали встретиться с главой региона и напомнить о своей беде. Несмотря на то, что мусорный полигон стоит в графике закрытия, людей не оставляет тревога. Андрей Юрьевич, с новых вечера приехала. Пожалуйста, приедьте к нам. У нас два дома всего и 130 жителей деревенских местных. Эта свалка, она задушила ведь нас совсем. Теперь ведь поле распахали, завод собрались ставить. После того, как я пришла к вам. Никто разрушение не даст на это, вы даже можете переживать. Они строим, Юрия, строили. Они уже разровняли землю всю, поставили электричество под двери, столпы поставили. В продолжении темы солнечногорцы напомнили и о мониторинге чистоты воздуха в городе. Жители опять жалуются на периодические ночные выбросы местных химпредприятий в атмосферу. В Солнечногорске постоянно идут обращения. Так вот местная газета должна где-то слева или справа регулярно кто замеряет. Вот именно кто замеряет, кому спросить. Потому что ночью. Сдвинутся ли обозначенные проблемы в районе после нынешнего приезда Андрея Воробьева или местные власти будут дожидаться третьего предупреждения, покажет время. Основная часть повторного визита Андрея Воробьева в Солнечногорье – заседание областного градостроительного совета. В нем участвовали члены областного правительства, руководство районной администрации, инвесторы, застройщики и представители общественности. Центральный вопрос заседания – обсуждение генеральных планов поселений и строительная политика в районе. Открывая заседание областного градостроительного совета, Андрей Воробьев обозначил наиболее острые проблемы Солнечногорского района в сфере строительства. Сегодня очень часто жители обращаются с праведливыми претензиями, которые заключаются в том, что кроме высокоэтажных домов вокруг нет ничего. Нет детского сада, больницы, поликлиники. Нет дороги, нет ливневки, нет детского городка. Ничего. Основной вопрос заседания – территориальное планирование Солнечногорского муниципального района. С докладом по нему выступил глава района Юрий Панкратов. Одна из претензий Андрея Воробьева заключается в том, что потенциальные инвесторы и строители не зарегистрированы на территории Московской области. И выплачиваемые ими налоги уходят в другие регионы. Если строительные компании занимаются развитием территорий, то все-таки центр прибыли должен быть на территории Московской области. И я очень прошу вас, я стараюсь подбирать слова, Юрий Анатольевич, чтобы это недоразумение или глупость, тоже мягко скажу, в кратчайшее время была устранена. В докладе руководства района были найдены нестыковки. В частности, в сфере территориального развития района запланирован рост численности населения на 88 тысяч человек. Но если сложить утвержденные проекты развития всех населённых пунктов, то рост численности населения может составить до 250 тысяч человек в течение ближайших лет. В схеме территориального планирования, как я уже сказала, планируется рост жилой застройки на 2,9 миллионов квадратных метров. При этом, если всё сложить, то общий рост получится 5,9 миллионов. При этом 4,4 миллиона квадратных метров жилья уже утверждены, остальные полтора миллиона проходят публичные слушания. В этом случае не будет хватать ни детских садов, ни школ, ни поликлиник, ни дорог. По планам, местная дорожная сеть увеличится только на 5%, а федеральные областные дороги – на 132 километра. «Только предусматривается велосипедное движение летом и лыжи зимой. Межсезонье что?» «Ну, трудно сказать. Наверное, вертолёт. Я не знаю, что дирижабы. Мы понимаем, что люди будут хорошо ехать по большим дорогам, но не заедут никогда в свои поселения». Особого внимания требуют инженерные инфраструктуры. На сегодняшний день из 22 канализационных очистных сооружений 9 не отвечают требованиям. Пешковское и Поваровское поселения требуют более тщательной подготовки к предстоящему отопительному сезону. «Мы считаем, что потребность модернизации систем теплоснабжения превышает 1 миллиард рублей. И считаем, что есть возможности, в том числе и для привлечения инвесторов». На территории района заключено 32 инвестиционных контракта. Семь уже реализованы, ещё 12 продвигаются вполне успешно, и к ним претензий нет. Шесть контрактов расторгнуто. Областное правительство предлагает увеличить это число. «Мы предлагаем по решению сегодняшнего градсовета расторгнуть ещё семь инвестиционных контрактов, по которым могло бы быть построено 370 тысяч квадратных метров. Контракты невозможные к реализации, земельно-правовые отношения не оформлены, строительство невозможно». Ещё по семи инвестиционным контрактам нужны отдельные решения. Например, в деревне Брёхово, где контракты по жилому строительству не предусматривают поликлиник. «Быть прекращено». «Деревня Брёхово, значит, 15 многоэтажных жилых домов по 17 этажей. Ну, мы вообще понимаем, что мы делаем здесь, а? Ну, где в мире есть деревня, покажите мне эту деревню, где находятся 15 17-этажных домов. В каком произведении русских и зарубежных классиков вы можете прочитать про деревню, где расположены 15 17-этажных домов? И застройщик подумал и дал, значит, одну квартиру под приём врача. Я понять просто не могу, Герман Вячеславович. Мы что творим-то? Мы вообще понимаем, что мы сейчас творим? Инвестор, я понимаю, что творит. Он зарабатывает деньги. Что за издевательство, Юрий Анатольевич? Нет. Ну, пришёл строитель, купил кусок земли, посчитал на калькуляторе. Он хочет заработать 10 миллионов иностранных денег или 100 миллионов. Что-то там перемножил у себя. Пошёл, застроил деревню, ушёл. А люди-то остались, мы-то остались. По замечаниям членов правительства на Солнечногорских планах и схемах территориального планирования отсутствуют инженерная инфраструктура и непредусмотренная ливнёвая канализация. Не указаны источники финансирования строительства объектов инфраструктуры. В областном правительстве не согласны с тем, что развитие территории Солнечногорского района планируется проводить за счёт перевода сельскохозяйственных земель в землю для застройки без достаточных на то оснований. По мнению руководства области, чтобы районный план развития территории отвечал требованиям будущего, уже сейчас необходимо откорректировать проекты в сторону уменьшения жилой застройки, увеличения сети местных дорог, необходимо проработать транспортную систему и разработать инженерные коммунальные сети. По итогам областного градостроительного совета, градостроительный план Солнечногорского района принят не был из-за массы недостатков. На их устранение Андрей Воробьёв дал срок до окончания 2013 года. К другим событиям. Ремонт теплотрасс и водопроводных сетей на улице Ленинградская, проходивший осенью прошлого года, не завершён надлежащим образом. И если жильцы многоквартирных домов пусть с опозданием, но получили тепло и воду, то жителям частного сектора этой улицы ремонт принёс массу проблем. По окончании ремонта теплотрасс и водопроводных сетей на улице Ленинградская жители частного сектора так и не дождались благоустройства перед своими домами. Например, возле дома номер 35 во время ремонтных работ была вырыта тепловая камера. Её до сих пор никто не закопал. Возле моего гаража выкопан котлован, которого набросали мусора, хлама. И мы не можем пользоваться гаражом своим, ставить машину, подъезда у нас фактически нет. И ответчика за эти работы мы не можем найти и просим у администрации помощи. Яма не огорожена и представляет опасность, особенно в тёмное время суток. Подойти к своим калиткам люди могут с трудом. Везде разрыты и набросана земля с глиной. В дождливые дни проблема усугубляется. Люди вынуждены выкладывать дощечками путь к калиткам. Тротуар вдоль улицы Ленинградской отсутствует. Это касается жителей всего западного микрорайона. Регулярно хожу в магнит. И мне бы хотелось, чтобы был тротуар. Пока дорогу не делали, не ломали вернее, здесь был какой-то небольшой тротуарчик, по которому можно ходить. Сейчас пройти вообще невозможно. У нас здесь была дорожка асфальтовая. А теперь они, оказывается, эту асфальтовую дорожку нам делать не хотят. А как мы будем ходить? По проезжей части вот она. Проезжая часть узкая. Машины едут с большой скоростью. В частном секторе улицы Ленинградской нет централизованного водоснабжения. Люди пользуются единственным на улице колодцем. Теперь, как утверждают частники, брать воду из него опасно. Зимой, во время ремонта труб, повреждена была труба, фекальные стоки попали в колодец. Единственный источник питья. И никто этим не интересуется, никому это не надо. Питьевую воду мы носим из магазина. Был у нас и тротуар, был у нас колодец единственный на всю улицу. Была встреча с Панкратовым. Я ему объяснила, что в колодце фекалия, что там не поймешь, чего там запах, не знам какой. Причем этим колодцем пользуются все вот эти дома, когда идет отключение воды. В районном комитете по ЖКХ о перспективах восстановления благоустройства на улицах Ленинградская нам сообщили следующее. Договор уже заключен и к середине сентября работы будут доведены до конца. Вообще-то планировали до 1 сентября, скорее всего до 15 сентября эти работы должны закончиться. Вместо с работами по озеленению, благоустройству и тепловыми камерами. По поводу некачественной воды в колодце Сергей Шаховцов добавил, что ситуацию нужно выяснять на месте. Предположения могут быть самыми разными. Председатель комитета по ЖКХ заметил, что в бюджете средства на чистку колодцев не предусмотрены. Так что жителям Ленинградской придется потратиться на воду по примеру жильцов многоквартирных домов. К примеру, если сейчас я найду специализированную организацию, которая занимается чисткой колодцев, они могут осметить, сказать, что это будет стоить 5 тысяч рублей. Они привезут оборудование, привезут свои снаряжения, откачают воду, почистят колодец, если необходимо. Они рассчитаются с ними и все. И дальше 5-6 лет пользоваться будут водой. Остается надеяться, что новое руководство районного комитета по ЖКХ сдержит слово. И проблемы улицы Ленинградской будут решены окончательно. Ольга Ратникова, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 8 августа закончился первый этап модернизации электроподстанции «Шереметьево» Московской объединенной электросетевой компании. Работы там начались в первой половине 2011 года. По окончании города Долгопрудный и Лобни, Солнечногорский, Мытищинский и Химкинский районы Московской области получат новые энергомощности. Это станет толчком для дальнейшего развития их инфраструктуры и экономики. На подстанции «Шереметьево» праздник. После реконструкции пускают в эксплуатацию открытое распределительное устройство 110 кВт и силовой трансформатор 63 мегавольт ампер. Звучит музыка, сотрудники в приподнятом настроении встречают гостей и много шутят. Подстанция «Шереметьево» – это один из крупнейших питающих центров Московской области. Ее реконструкция проходит в рамках инвестиционной программы МОЭСК и программы «Наша Подмосковья. Приоритеты развития». Инициированной исполняющим обязанности губернатора Московской области Андреем Воробьевым. Стоимость реализации проекта составила около 1 миллиарда рублей. Заказчиком выступило открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», а подрядчиком – компания «Вымпелсейтстрой». В ходе работы на подстанции были заменены два силовых трансформатора. В итоге мощность питающего центра увеличилась более чем на 60%. Таким образом, энергетики повысили качество, надежность энергоснабжения, появился резервный запас мощности для дальнейшего развития региона. Когда отключается у нас электроэнергия, всегда вспоминаем их недобрым словом. А вот в те такие минуты, когда можно им просто сказать спасибо. Вот они сделали, построили сложное инженерное сооружение, хороший объект, который дает запас. Вместе с Дмитрием Пестовым пуск распределительного устройства провели министр энергетики Московской области Михаил Крученин, генеральный директор Московской объединенной электросетевой компании Петр Синютин и глава Солончногорского района Юрий Панкратов. Реконструкция подстанции Шереметьево даст дополнительный импульс развитию таких крупных потребителей, как Международный аэропорт Шереметьево, Свободная экономическая зона Солончногорск-Шерезон, сельскохозяйственное предприятие Братцевское, сельское поселение Луневское. Кроме того, реализация этого проекта нужна была для того, чтобы ввести в эксплуатацию многоэтажные жилые застройки в Солончногорье, общая площадь которых составит более 500 тысяч квадратных метров. Мы действительно усиливаем здесь надежность энергоснабжения и позволяем все большему количеству клиентов присоединяться, развивать свои бизнесы, развивать строительство и призываю всех, пользуйтесь нашей электроэнергией. Милости просим. Добавим, что на данный момент Московская область является лидером страны по объему энергопотребления. В год на территории области к электросетям присоединяются до 45 тысяч новых абонентов. 80% присоединений приходится на Московскую объединенную электросетевую компанию. В конце июля этого года областное правительство совместно с энергетиками утвердило программу энергоэффективности развития энергетики. Она позволит решить проблему устаревших линий электропередач и ускорить развитие инфраструктуры и экономики Подмосковья. В планах ввод питающих центров общей мощностью 18,5 тысяч мегавольт ампер, а общая протяженность электролиний составит почти 9 тысяч километров. Юлия Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 4 августа в усадьбе Шахматова прошел 44-й блоковский праздник поэзии. Он традиционно проводится в 1-е воскресенье августа. День смерти Александра Блока 7 августа 1921 года было воскресенье. Газеты не выходили, но весть о кончине поэта мгновенно облетела Петроград. Усадьба Шахматова, где Блок проводил каждое лето в течение 36 из 40 лет своей жизни и написал более 300 стихотворений, в то время была разграблена и сожжена, но до последних дней не оставляла поэта в снах и дневниковых записях. Как отмечается праздник поэзии в возрожденной усадьбе в нашем материале? Уже в 44-й раз в 1-е воскресенье августа в усадьбе Шахматова на возлюбленной поляне, названной так самим Александром Блоком, собираются почитать для его таланта. Первый праздник поэзии прошел в 1969 году, и с этого времени сюда стали приезжать поэты, писатели, замечательные Павел Антокольский, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Римма Казакова и многие-многие другие. Первые праздники поэзии проходили здесь, когда сама усадьба еще не была восстановлена. 44-й праздник проходит уже на двух площадках. На крыльце главного дома усадьбы выступают музыканты и участники творческих коллективов Солнечногорска, Клина, Твери, Москвы и других городов. На свободной творческой площадке встречаются представители разных направлений и сталкиваются с самыми разными образами. Блок – это символист. Его поэзия, она построена на образах. И эти образы, они интересны всегда вне времени, понимаете? И я думаю, что он поэт на века, независимо от 20, 19 или 21 века. На мой взгляд, это субъективный. Просто вышел, прочитал стихи, это уже не новое и скучновато. А если тут строить некое шоу, чтобы зрители увидели не только самого автора, но и самого героя. На возлюбленной поляне у Волуна по традиции выступают литераторы. Бессменный ведущий блоковского праздника – литературовец Станислав Лесневский. Я и сам ведь не такой, не прежний, недоступный, чистый, гордый, злой. Я смотрю добрей и безнадежней на простой и скучный путь земной. Лесневский не просто участник каждого дня поэзии, но один из основателей этой традиции и инициаторов возрождения Шахматова. Нашими современниками и друзьями были замечательные поэты нескольких поколений. Ну, во-первых, очень сочувствовал этому, очень горел этим, любил блока Павел Антокольский. Ведь он несколько раз видел и слышал блока, и был его современником. Именно первые праздники поэзии и обращения известных деятелей к культуре и послужили началом возрождения усадьбы Шахматова. Приехал Константин Симонов, но он не выступал, но зато на другой день в «Правде», а «Правда» тогда это была главная газета партии государства, появилась статья о встрече с блоком. Вот это так прозвучало, что это открыло Шахматова людям. Открытие Шахматова нашими соотечественниками происходит и теперь. Каждый год праздник поэзии наряду с давными почитателями приводят сюда новых людей, для которых с новой страницы открывается судьба и творчество великого русского поэта, и этот угол рая неподалеку от Москвы воспет в его стихах. Да, это у нас. И какие впечатления? Ну, вы знаете, мне очень нравится здесь. Во-первых, я отдыхаю душой здесь. Природа, поэзия, история жизни поэта. Меня это очень, честно говоря, впечатлило. Я давно на этом празднике, слава Богу, появляюсь, всегда ему радуюсь. И всегда удивляюсь. Что бы ни происходило в России, народ приезжает. Здесь совершенно особая атмосфера этого праздника. Свой такой камерный определенный мир. Здесь люди приезжают не только увидеть настоящих поэтов, увидеть, кто сегодня сидит на сцене, такие люди, которых не всегда можно и не везде увидеть. Именно в этот день услышать исполнение не только стихов таких поститых поэтов, но и молодежь. И, наверное, этот общероссийский праздник, проходящий в День памяти великого русского поэта, исполняет свое назначение, если из уст посетителей звучат такие слова. Когда вспоминаешь про блог, вспоминается слово «Родина». И первое, что встает, это то, что это слово должно написаться с большей буквы обязательно. Юлия Речет, Евгений Корнилов. Солнечногорское телевидение. Программа «Наше время». Это был итоговый выпуск информационной программы «Наше время». Телефон редакции Солнечногорского телевидения 64 65 95. Звоните. Вас впереди еще ждет прогноз погоды. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю всего доброго и удачи в наше время. Субтитры создавал DimaTorzok